Добрый вечер! Вы смотрите телеканал Ветта. Это Вечерний Вестник. О главных событиях дня расскажу я, Максим Суханов, и наши корреспонденты сегодня в выпуске. Добрый вечер! В нашу редакцию. Оргкомитет по подготовке юбилея. В программу подготовки к 300-летию города включено свыше 100 объектов общей стоимостью порядка 140 миллиардов рублей. В ближайшее время в больницах Пермского края появится 10 новых компьютерных томографов. Сейчас это более чем актуально. Из-за коронавируса приходится часто пользоваться аппаратами и они ломаются. Первый КТ-комплекс установили в Лысьве. Подробности у Романа Четина. Первый томограф в рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения в Лысьве установили в начале ноября. Сейчас проходит процедура настройки и лицензирования. В конце прошлого года здесь в городской больнице были развернуты более 20 коек для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Для точной диагностики и выявления заболевания приходилось ездить к соседям, вспоминают местные жители. Выезжали в Пермь, часто чаще приходилось в Пермь ездить, но если получалось, то в часовом. То есть это все равно какие-то напряги, логистически сложно. Теперь, когда в Лысьве появляется свой томограф, нам, конечно, будет гораздо легче и проще. Минздравом было принято решение об установке в Лысьве модульной конструкции под современный компьютерный томограф. Два местных врача-орентгенолога освоили методику компьютерной томографии. Для того, чтобы максимально загрузить оборудование, в планах администрации больницы стоит обучение еще одного специалиста. Установили низкодозовый протокол на обследование грудной клетки. Доза облучения здесь совсем небольшая, практически как на рентгенографии. Шесть раз меньше, чем обычная томография. Низкодозовый протокол будет использоваться в основном для скрининга, наличия воспалительных изменений при коронавирусной инфекции. То есть облучение меньше, пациентов за это время можно обследовать больше. Установка таких же КТ-комплексов планируется еще в девяти медорганизациях Прикамья. В Пермских городских поликлиниках номер 2, 5 и 7, Верещагинской, Добрянской, Октябрьской центральной районной больницы, Чусовской больницы имени любимого, Кунгурской больницы и городской больницы Соликамска. В условиях пандемии проведение диагностики в таком отдельно стоящем модуле исключит возможность контактов ковид-пациентов с другими посетителями медучреждений. В регион получили в этом году 10 компьютерных томографов, беспрецедентный объем. И компьютерный томограф в Чусовом точно появляется дополнительный компьютерный томограф. Недавно был с рабочим визитом Верещагина, наблюдал, как модульный комплекс с компьютерным томографом монтируется. И все они сейчас поставлены и проходят лицензирование. В ближайшее время это все будет передано людям. Поставка томографического аппарата в районные больницы и сельские территории поможет значительно ускорить сроки проведения диагностики пациентам. Например, в одной только лысьве с населением в почти 60 тысяч человек за сутки к этой исследованию смогут провести 25-40 раз. Новое оборудование позволит смотреть не только легкие, но и органы брюшной полости, скелетно-мышечную систему и головной мозг. Роман Четин, Владислав Рашидов, телекомпания «Ветта». По данным Краевого министерства здравоохранения, за минувшую неделю в Прикаме прививку от коронавирусной инфекции поставили более 96 тысяч человек, из которых 54 тысячи местных жителей прошли первый этап вакцинации. Еще более 42 тысяч завершили курс иммунизации. Всего с начала массовой вакцинации в Прикаме первым компонентом уже привиты 1 миллион 9 тысяч человек. Что касается эпидемиологической ситуации в регионе, то за последние сутки выявлено 693 новых случаев заражения коронавирусом против 695 днем ранее. Таким образом, общее число заболевших в Прикаме превысило 135 тысяч. Кроме этого, за минувшие 24 часа от ковида в регионе умерло еще 30 человек. Вчера 39. Всего с начала пандемии скончалось 6 640 пациентов. В настоящее время в больницах остаются 3733 заболевших, из которых 363 находятся в тяжелом состоянии. В том числе 142 человека на ИВЛ. В Пермском крае продолжается акция взаимопомощи... В Пермском крае продолжается акция взаимопомощи «Мы вместе». На этот раз волонтерская помощь была оказана Верхнекуринскому геронтологическому центру. Сегодня его считают своим домом более 300 людей старшего поколения. Тему продолжит Анастасия Петухова. Нет, это не новогодние подарки. Единый волонтерский штаб помогает не раз в году. А каждый день эти ребята делают полезные дела. Сегодня они в Верхнекурье проводят очередную акцию «Мы вместе». Передают геронтологическому центру 5 рециркуляторов, 10 тысяч медицинских масок и шапочек, термометры. В ближайшее время также будут доставлены пульсометры и защитные экраны для лица. Почему я волонтер? Ну, я люблю помогать людям, потому что, мне кажется, это мое призвание. Я с рождения любил помогать маме на кухне, бабушке помогать по дому. И на самом деле меня это радует. Единый волонтерский штаб объединяет активистов регионального волонтерского центра партии «Единая Россия», волонтеров-медиков, участников движения «Мы вместе» и Общероссийского народного фронта, а также другие общественные организации. В второй год у нас идет ковид, так скажем, потребление достаточно высокое, сверх нормативов. И поэтому мы очень благодарны, что партия «Единая Россия» в вашем лице оказывает нам поддержку. Мы ее принимаем с огромной благодарностью и надеемся на дальнейшее платформное сотрудничество. Это вот волонтерам спасибо. Энергия не ослабевает, а наоборот набирает обороты. И у нас уже больше тысячи человек занимаются этими вещами. И самое главное, конечно, что люди даже заканчивают высшеучебные заведения и продолжают заниматься волонтерской деятельностью. За это вам огромное спасибо, молодцы. Волонтерский штаб работает второй год подряд. А с 25 октября по поручению главы региона Дмитрия Махонина, когда в крае был введен режим самоизоляции для людей старшего поколения, работы у волонтеров стало еще больше. Свыше 740 тысяч человек в возрасте 55 лет. И высшее, и старшее проживает в Пермском крае. И ключевая задача регионального правительства в рамках реализации национального проекта, регионального проекта, это повышение продолжительности и качества жизни пожилых людей. Для того, чтобы волонтеры доставили домой продукты и лекарственные препараты, жителям из группы РИСК необходимо подать заявку в волонтерский штаб. Телефон федеральной горячей линии акции «Мы вместе» 8 800 200 34 11. Также открыта региональная горячая линия. И или можно обратиться в краевой волонтерский центр «Единой России». Номера телефонов вы видите прямо сейчас на нашем экране. Анастасия Петухова, Виктор Морозов, телекомпания «Ветта». В России вспомнили жертв дорожно-транспортных происшествий. Мероприятия, которые проводятся в этот день, пропитаны скорбью и желанием поддержать тех, кто пережил жизненную трагедию, но не был сломлен. Почти все эти люди спустя время стараются объяснить другим, насколько важно быть на дороге собранным, внимательным, соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения. Подробности у Егора Тверетинова. Они раздают листовки и напоминают водителям и пешеходам о правилах дорожного движения. В родительском патруле принимает участие Татьяна Колесникова. Она мама троих детей. Приживаю за судьбу своих детей, других детей. Потому что я знаю, что постоянно гибнут дети на дорогах, в том числе виноваты водители. Акция ДТП «Мы скажем нет» была проведена в канун Дня памяти жертв ДТП. Вместе с родителями напоминали пешеходам, как правильно переходить дорогу и представители администрации. В индустриальном районе работа по снижению детской смертности и детского травматизма на дорогах ведется на регулярной основе. Специалистами комиссии по делам несовершеннолетних, с субъектами профилактики, во взаимодействии с ГИБДДС, с отделом полиции проводится много мероприятий и разъяснительного характера. Мы выходим в школы, мы выходим в детские дошкольные учреждения, в среднеспециальные учебные заведения. Мы проводим беседы, какие-то классные часы. У нас хорошее мероприятие «Поиск безопасности», где детям объясняется основа правил дорожного движения. Профилактические акции проходили по всему городу. В них приняли участие отряды юных инспекторов движения и представители Совета отцов приуполномоченным по правам ребенка в Пермском крае. Главным событием Дня памяти жертв дорожно-транспортных происшествий стал проезд тематической инсталляции по центральным улицам Перми. Автомобиль, который был искорежен в результате дорожной аварии. Визуализация происшедшего ДТП должна была напомнить участников дорожного движения о важности соблюдения ПДД. Даже если одному пешеходу нам удастся донести важность безопасного перехода, осознанного перехода проезжей части и внимательного, то цель акции будет достигнута. С начала этого года только в Перми дорожные аварии унесли жизни 25 взрослых из 6 несовершеннолетних. Валерия Ермакова, Егор Тверетинов, Влад Рашидов, телекомпания «Ветта». Промышленные предприятия Пермского края активно приобщаются к практике внедрения новейших технологий. Все больше функций производственных, управленческих и других переходит от человека к роботам. О цифровой трансформации в регионе продолжит рассказывать наш корреспондент Роман Четин. Цифровое будущее по-уральски уже наступило. Промышленные предприятия региона все активнее внедряют цифровые технологии, основная задача которых – повысить эффективность производства. Накануне Ростелеком представил решение для повышения производительности труда. Специалист компании рассказал о таких сервисах, как «Умная каска», «Умный браслет» и «Умное программное обеспечение». Важнейшей задачей для руководства промышленных компаний остается улучшение производительности труда. Низкая производительность из-за отсутствия цифровых технологий может привести к технологическому отставанию и, как следствие, потере конкурентоспособности на рынке. Что касается Ростелекома, то мы предлагаем большой пул цифровых решений для бизнеса, как крупного, так и среднего. Все, что уже внедрено и что представляется у нас, помогает предприятиям как раз успешно цифровизовать производство. Одно из таких решений, которое мы хотим представить, это ПЛТЕ, частная беспроводная сеть. Сейчас можно запустить ролик, и я параллельно расскажу про особенности этой сети. При помощи этого сервиса можно организовать полностью автоматизированное цифровое производство, управляемое интеллектуальными системами в режиме реального времени. Этот сервис поддерживает до 100 тысяч устройств. Все данные передаются в закрытой сети. Уральский регион сейчас проявляет одну из самых высоких заинтересованностей внедрения этого ресурса. Компании, которые пользуются этой моделью, только на одном персонале службы информбезопасности экономят десятки миллионов в год. А правильно расставленные приоритеты помогают обеспечить киберустойчивость, даже при условии ограниченных финансов, кадровых и временных ресурсов. Ростелеком вообще у нас считается одним из лидеров цифровизации как по набору услуг, так и по правильно выбранной стратегии. Дело в том, что Ростелеком несколько лет назад выбрал правильную стратегию. Ее можно назвать одним простым словом – это партнерство. Также сложно переоценить наличие качественной системы защиты данных. Слишком много информации сейчас переведено в онлайн. А данные крупных компаний всегда интересны киберпреступникам. Обеспечение кибербезопасности промышленного предприятия – это очень специфическая задача, с которой можно справиться, передав информационную безопасность на аутсорсинг в Ростелеком. Пермские фигуристы Юлия Артемьева и Михаил Назарычев выиграли серебряные медали этапа Гран-при во Франции. Вчерашние юниоры уверенно ворвались в элиту взрослого фигурного катания. Спортивная пара до этого на этапе международного турнира в Китае удостоилась бронзовых наград. Сейчас серебро. Это был четвертый этап серии Гран-при по фигурному катанию. Соревнования проходили в Гренобле. Юлия Артемьева и Михаил Назарычев уступили лишь еще одному российскому дуэту – Александре Бойковой и Дмитрию Козловскому. Отставание составило всего 10 баллов. При этом вчерашние юниоры уверенно обошли американскую пару, занявшую третье место. Спортсмены тренируются у пермского наставника Павла Слюсаренко. Сейчас пара претендует на выход в финал соревнований. Окончательные итоги будут известны после заключительного этапа Гран-при, который пройдет в Сочи с 26 по 28 ноября. Дворец культуры имени Солдатова отмечает в этом году 70-летний юбилей. Это одно из старейших и крупнейших учреждений культуры Прикамья. Только за последние 20 лет более 10 тысяч человек, занимающихся в клубах и секциях дворца, стали победителями и лауреатами краевых, всероссийских и международных фестивалей и конкурсов. А в этом году участники Народного театра танца «Юность» стали обладателями серебряных медалей 20-х молодежных дельфийских игр России. Тему продолжит Полина Рифа. 36 лет счастливы вместе. Когда такое происходит, обычно это называют любовью. Именно это чувство долгие годы спровождает Илону Лежневу. Иначе зачем в свой законный выходной она явилась бы к нему на день рождения? Дворец – это наш второй дом. Я сюда пришла в детстве. С 11 лет я занималась в ансамбле песни и танца «Юность». А именно была участницей хора. И, конечно же, это были самые замечательные, чудесные мои годы детства. И остались самые лучшие воспоминания. И поэтому, когда у меня появились дети, я, конечно же, их привела сюда, во дворец. А именно в шоу-группу «Киндер-сюрприз». А почему именно в эту группу? Здесь дети разнопланово развиваются. То есть они и поют, и танцуют. И у них есть актерское мастерство. Дети участвуют в различных спектаклях. Здесь просто чудесная творческая жизнь. Дворцу Солдатова исполнилось 70. Твой большой праздник он отмечает широким семейным кругом. На сцене и в зале его давние воспитанники и дебютанты. Мы занимаемся с дочкой в театральной студии 3-4. Занимаемся первый год, потому что в этом году нам исполнилось 5 лет. И выбор стал в войсках коллектива, куда бы нам применить свои, как нам кажется, театральные, ораторские способности. И выбрали мы дворец Солдатова не случайно, потому что всегда привлекала атмосфера в первую очередь. То, что это большой, монументальный, очень красивый, величественный дворец находится в историческом центре нашего города. Здесь приятно не только непосредственно заниматься, но и все, что окружает вокруг. Даже лишний раз проехаться и прогуляться, вокруг уже елки новогодние украшены. Все это создает определенную атмосферу, определенное настроение, которое для нас очень ценно и важно. Для многих поколений детей города дворец культуры стал успешным трамплином во взрослую жизнь. Занимаясь творчеством, ребята тренируют тело, речь, память, вокал, интеллект, приобретают друзей и круг общения. Немало тех, кто связал с полученными навыками свою профессию. У нас 18 коллективов детских и взрослых. Из них у нас только детских 9 народных коллективов. И жанры это буквально, конечно, хореографические. И вокал у нас есть, и театральные коллективы, и за студией есть, и музыкальные коллективы. То есть практически все направления, которые интересуют ребят, у нас они во дворце существуют. Все очень любят дворец, вот эту атмосферу, которая здесь царит, какая-то вот искренность и доброты. Она, какой-то вот дух дворца, он вдохновляет и ребят, и руководителей на работу. Здесь все ты и я, мы семья. Руководитель коллективов – те люди, которые и формируют дух дворца. Его атмосфера – это и коллаборация детства, юности и опыта, профессионализма и желание им овладеть. Перпетум мобили этого города. Полина Рифов, Семен Соснин, телекомпания «Ветта». Краевые больницы вернули в обычный режим полторы тысячи коек, ранее перепрофилированных для лечения больных с коронавирусной инфекцией. В Кудымкаре установили новый арт-объект. А в Бордымском муниципальном округе, в свою очередь, открыли новый спортивный объект. Об этих новостях из региона далее расскажет моя коллега Валерия Ермакова. Добрый вечер. В Прикамье, в штатный режим работы вернули более полутора тысяч коек, которые ранее были перепрофилированы под лечение пациентов с коронавирусом. Произошло это в медучреждениях 14 территорий Прикамья, в том числе в 13 учреждениях краевой столицы. Сейчас по краю сохраняется 5354 койки. На лечении в стационарах находится порядка 3800 человек. При дальнейшем улучшении эпидемической ситуации по заболеваемости коронавирусом в штатный режим работы вернут часть коечного фонда еще 14 медицинских учреждений региона. В Кудымкаре установили новый арт-объект – промысловый календарь коми-охотников. Это целый комплекс культур. Две деревянные скамьи в пермском зверином стиле, а между ними увеличенная копия металлического промыслового календаря древних охотников. Уже человеческого роста, представляете? Календарь нашли у одной из деревень Качевского района. Артефакту около тысячи лет. На нем есть зарубки, которые рассказывают о солнечных и лунных днях. Времена года и сезоны охоты на разного зверя на календаре обозначают фигуры зверей. В Бардымском муниципальном округе открыли новый спорт-объект. В селе Тюндюк появилась современная универсальная спортивная площадка. На ней установлено оборудование для баскетбола, волейбола, футбола и хоккея. После заливки льда на площадке смогут заниматься юные хоккеисты, а на коньках смогут кататься все желающие в свободном доступе. Для комфорта катающихся оборудована теплая раздевалка в расположенном рядом культурно-деловом комплексе на средства муниципалитета и благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко. Новой спортивной площадкой смогут пользоваться более 800 жителей округа. А я напоминаю, что вы тоже можете поделиться своими новостями со всем Пермским краем. Присылайте их вместе с фотографиями или видео на указанный на экране номер через мессенджеры – WhatsApp, Viber или Telegram. И мы обязательно о них расскажем. На этом у меня все. Пермяк сумел снять на видео «Лису в черте Перми». Кадры мужчина прислал в нашу редакцию. Хищник активно интересуется содержимым мусорных баков в одном из спальных районов Перми. Автор видео предполагает, что внимание лисицы могли привлечь грызуны на контейнерной площадке. Зоологи не видят ничего странного в том, что обитатели лесов выходят в города. Здесь им легче найти себе пропитание. И напоминают при этом, что лисы являются главным переносчиком опасных для человека болезней. Например, бешенство. Если животное само идет к человеку, то от него лучше держаться подальше. И говорят ученые, ни в коем случае не пытаться накормить лису с рук. На этом пока все новости. Оставайтесь с нами. Сразу после этого выпуска смотрите программу «Эх, дороги». Я Максим Суханов. С вами прощаюсь. До встречи. И будьте здоровы. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok